Да прибудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт и сегодня мы опять поиграем в Carnivorous Dinosaur Hunter Reborn. Начай эту игру уже проходил, то есть у меня тут все уровни в принципе открыты, но при этом очень много всяких улучшений. То есть у меня в принципе есть еще смысл зарабатывать кристаллы и все такое, вот. А я вам просто, дело в том, что когда я первый раз играл, там вообще проблема была с оптимизацией, у меня был старенький компьютер, вот. Сейчас он новый, я просто хочу еще раз буквально, не знаю, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, буквально 9, 10 видео по этой игре сделать. Для тех, кто не застал видео прошлое, я их удалил, потому что, ну, это кошмар, вот. Ну и просто на канале для тех, кто уже видел, на этот раз у нас все будет без лагов, без всего. Давайте начнем. Так, ну вот, меня высадили. Так, вы знаете, что я подумал? Так, значит, гейм, нет, не то. Графика. Ну, в принципе, ничего не глючит, как бы, да, только я вот думаю, опции маус и маус-пид уменьшить. Да, вот так лучше. Так, а теперь объясните... Ага, это менять оружие. О! Не, в этого я, засранца, наверное, никогда не попаду. Так, подожди. Есть этап. Это, ага. Так, уж где этап. Как менять? Это не то? А-а-а. Ага. Нет. Так, подожди, как менять-то, ё-моё? Типа следующий. А, икс? Нет. А-а-а, мышка, я понял. Ну, давайте на стегозавров пока поохотимся. Вот у нас в трёхстах метрах какой-то чувак есть. Я, конечно, сейчас зря очень две пульки потратил, да? Так, триста. Я должен его видеть, наверное, да? Не? Мухи какие-то летают. Триста-двести уже метров, но я его не вижу. А-а-а, вот он. Это какой-то редкий стегозавр. Типа, вот у них окрас очень странный. Типа, тут есть обычный стегозавр. Вот этот редкий. Так, и он может, кстати, меня заметить. Опа. Так, ладно. Достаем оружие. Я могу присесть? Да, я могу присесть. Шикарно. Так, этот там убегает, нет? Сколько вот он у нас весит? Почти три тонны. Две звезды за него дадут, да? Отлично. Пускай его забирают. Так, мне теперь нужно знать вес. Типа, я хочу охотиться на каких-нибудь очень крупных. О, там сразу два стегозавра. Надеюсь, один из них будет крупный. Они в низине, да, я так понимаю. На первых картах хищников нет, а потом у нас первым делом нужно будет устранять хищников, чтобы они могли дать мне спокойно охотиться на травоядных. Но охота на хищников это хоть какой-то экшон, типа... А то эти-то вот вообще тебе ничего сделать не могут. Только если ты прямо рядом, они могут, короче, на тебя напасть. Так, мне нужно знать вес. Вот. Сколько ты весишь? Три тонны, да? Это тот самый? Да, это тот самый. Так, вот тут вдалеке должен быть. Так он меня слышит. На трёхтонного я охотиться не хочу. Молодец, вали. А там чё лежит? Скелет чей-то? Крёво. Ну, он три тонны, он маленький. Там, вон там ещё у нас анкилозавр. Сколько весит этот? У этого вес не показывают, кстати. Типа они уникальные такие. Давайте на него поохотимся тогда. Он ещё до сих пор не хочет лежать, да? Фига, он какой-то здоровый, слушайте. Походу, мне повезло. Да нет, он тоже три тонны. Ну ладно, заберём чё. Так, сколько весит тут анкилозаврик у нас есть? Вот эти ребята, кстати, поопаснее, потому что они могут напасть. Стыгозавр тут, кстати, самый безобидный, в принципе. Где он? Вот он. Четыре тонны. Ну, в принципе, можно, чё б нет. Только забирать этот трофей я бы не стал. Заберу с него... Восемь этих, но забирать не стану. Нафиг он мне нужен. Слабенький. Так, он где-то за камнем. Вот за этим большим, наверное. Да. Обойдём. Две тонны. Не. Спасибо, приятель. Скелеты всякие лежат. Кстати, в воде вообще вот никого нет. Тут ещё иногда летающие появляются. И говорят, их тоже можно ловить. Я бы хотел по приколу поймать, почему нет. Так, тут был почти пять тонн, да? То есть, меньше пяти тонн анкилозавров не ловим. Нафиг надо. Цератозавр тут есть? Оу. Я не знал, что тут есть хищники. Блин, это жёстко. Получается, у нас тут типа по мере усложнения, да? Теперь хищники на всех островах будут. Ну, хищника я бы поймал. За него больше дадут. Кентрозавр... Ой, стегозавр всего три тонны. Тоже слабовато. Вот... Цератозавра мне бы. Давайте заберём свои кристаллы. Ой, да я в курсе, что ты меня увидел. Смотрите, какой красавец. Ладно, забирай его. Давай только не на меня. А я тем временем посмотрю, что там ходит за стегозавр. Мощный или нет? Чё-то я его не вижу, нифига. Блин, за камнями прячется. Козёл. Так, там, походу, ещё один хищник. Это будет интересно. О! Сколько весишь? Да три тонны опять! Вали нафиг отсюда, дрищ. Так, мне нужен вон тот чувак. Потому что это, скорее всего, цератозавр. Быть может, он по тонну у нас будет весить. Так, отсюда видно этого стегозавра? Да, видно. Три тонны маловато. Надеюсь, это... Вот всем богам молюсь, чтобы это был... Всё-таки не цератозавр. Три тонны мало. Вот это кто ходит у нас? Ага, это цератозавр, но он весит меньше гораздо. Ну, а почему бы за ним не поохотиться? Трёх тонны этот мне не интересен. Гораздо интереснее мне... Цератозавр. Вот так и его отсюда не видно, да? Ага, я понял вас. Да как так-то? Ага, я понял, что он сейчас по дуре на меня не прибежал. Трёх тонны, я понял. Ага, я понял, что он не хочет. Он вот так. Ага, я понял. по-моему всех хищников на острове переловил но это мелкий я не буду его забирать сколько ты весишь иди нафиг боже мой нет у меня заметил так две тонны мы щеки-то слабаки одни тут живут самый первый остров принципе чё тут ждать но просто ловить их вообще нет желания ну типа за них мало чё получишь и они как трофеи мне лично не интересны вот это ладно можно поймать уже чисто так знаете из того что больше тут некого ловить анкилозавры тут самое увесистое успокоишься или как все останется чисто одного кого не поймайте все в принципе тоже не буду его забирать слабоватый какой-то вот видели да за царатозавров 18 кристаллов дают за этих по 8 ну вообще я понизил бонус тем что взял с собой gps карту которая показывает расположение динозавров если бы она их короче не показывала мне бы давали больше бонуса больше кристаллов но так их интереснее ловить когда ты знаешь кто где допустим хищники до начали все хищников отловил допустим 257 кстати вот у меня не знаю ман давайте лучше вот этого где он у меня еще тут 18 этих точнее даже больше двадцать четыре патрона так что сейчас всех переловим кто то есть серьезно О! Клёво! Клёво! Впервые поймал его. Да, конечно, забрать. Блин, оказывается, всех этих мелких тварей, которые тут водятся, их тоже можно ловить. Это прикольно. Мне интересно, вдруг кто-то вот больше весит. Чем, короче, если с большего расстояния их ловишь, получишь больше бонус. Не, это дридж. Вот это я заберу, потому что, мне кажется, у меня настолько маленьких их еще не было. А может и были? Я не знаю, я очень много половил в прошлой игре. А это тот самый? А это тот самый? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще два, но я максимум смогу одного поймать, учитывая, учитывая, сколько у меня этих патронов осталось. О, это меганевры, что ли, какие-то. Летают вот так. Сколько весишь ты, приятель? Три тонны. О, это ты мне интересен уже, ну, относительно. Вот, сколько весишь ты в кустах там? Две восемьдесят пять. Слабо, слабо. Где-то там третий. Но сомневаюсь, что он весит больше трех тонн. Поэтому давайте-ка поохотимся на вот этого крайнего. Вот этот же, да? Да, вот этот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Больше как-то не хочется на него тратить. Может, подействует? Да, подействовало. Благодарю вас. Так, а вот, может, этого еще я поймаю? В принципе, у меня три есть. Может, ему хватит? Это третий был лишний. Ну, ладно, в принципе. Чувак сломался. Он такой, о-ти-ти-ти-ти-ти, такой мне делал. О-ти-ти-ти-ти-ти, такой лапами. Ха-ха, прикольно. Давайте просто посмотрим на стегозаврика. Я бы, конечно, не против еще одной части игры. Ладно, давай забери меня. Патроны кончились. Ну? Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, лом, мы с вами и динамстримы, кресты. стал заработали с вами значит вот мы поймали стегозавра весом 271 в 306 анкилозавра четырех тонного 800 килограммового и 760 килограммовых циротозавров и почти в четыре с половиной тонны анкилозавра 263 257 255 до 89 303 до 85 а я же их не забирал или они автоматически забираются ну вот видите да из-за того что ты здесь вот используешь дополнительное снаряжение типа да клаксончик какой-нибудь револьвер вот x-ray vision позволяет а кстати x-ray vision ну всего на пять процентов снижает да вот и биби подключу а биби почти никак не работает о нифига за один радар смотрите сколько плачу ну давайте без радара попробуем без радара в следующий раз уже быстро перезарядка это мне не особо нужно так то у меня есть еще вот эта штучка полностью практически прокачанная позволяет быстрее двигаться в принципе не вижу разницы кстати там урон побольше здесь так что давайте к будем с этой пушкой бегать ну что ж надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу канал следите за выходом новых видео увидимся в следующем до скорых встреч и всем пока а